Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана, и сегодня у нас пустые баночки за октябрь. Не забывайте подписаться на канал, нажать лайк, чтобы не забыть это сделать в конце. Давайте начнем с Avon. У меня здесь три продукта. Три продукта в пробниках. Первый это In You, In You Clinical. Это у нас сыворотка, выравнивающая тон и слегка матирующая. Я брала их в пробниках по три штучки. Два вот из них уже закончила. И есть у меня малышки по 10 мл. Тоже специальных покупала, чтобы протестить. Что могу сказать именно про этот продукт? Достойная сыворотка, действительно слегка выравнивает тон и чуть-чуть совсем матирует. Я применяю ее сейчас на дневной уход. И мне в принципе очень нравится. Как база для макияжа подойдет, ну просто идеально. Неплохая сыворотка, подумаю, может быть даже возьму полноразмерку. Вторая сыворотка, витамин С. Я уже про нее вам рассказывала. Потихоньку закончила малышке и теперь буду заканчивать 10 мл. Это довольно масляный, плотный, тяжелый продукт. И для жирной кожи он однозначно не подойдет. Для комбинированной, сухой, нормальной, еще более-менее. Я наносила сначала на ежедневной основе на ночь очень тонким слоем. Не переборщите с этим продуктом, потому что он создает, если переборщите, жирную масляную пленку, которая не впитается даже через несколько часов. Маленькую каплюшечку, граммулечку наносите на кожу, распределяете по всему лицу. И тогда да, эффект от нее действительно на утро классный. Обладательницам сухой кожи вот эта вещь может стать просто спасением. Утром кожа выровненная, напитанная, увлажненная, ну прям персик. Я сейчас раза два в неделю только ее наношу на ночь и довольна. Третий продукт это освежающий мицеллярный скраб для лица. Он у меня есть в полноразмерке и его осталось уже мало, потому что пользуюсь им часто, влюбилась, люблю и буду, наверное, брать еще. Продукт имеет, скажем так, гелиево-кремовую консистенцию с большим количеством мелких скрабирующих, полирующих, отшелушивающих частичек. Знаете, если кто пользовался гамажами, вот мелкие такие частички, их достаточно много. Он действительно освежающий, то есть смотрите аккуратно с ним возле глаз. Хотя я все лицо вот так вот прям наношу, умываюсь, ничего, нормально. Кажется, что после него кожа дышит. Ну классный продукт, освежает, отшелушивает. Мне нравится на ежедневной основе для комбинированной жирной кожи, ну супер умывалочка. Так, из декоративки, девчонки, у меня закончилась, представляете, матовая помада вот такая, если видели где. Это наибюджетнейший вариант, продается у нас в разных таких мелких магазинчиках. Вот так вот выглядит она, цвет у нее 219, это классный цвет, и она не сушит губы, вы знаете, я ее покупала где-то рублей за 100. Вот так цвет выглядит, но при интенсивном нанесении он будет поинтенсивнее. Хороший такой цвет, натуральный, ну не то, что натуральный, но, скажем так, подойдет всем. Нейтральный, вот. Вот такие помадки, если вы видите, она так и называется, Made Lipstick Ever Beauty. Классная помада. Лайнер-подводочка от Bourjois, у меня уже не то, чтобы закончилась, а засохла. Она классная, она действительно классная. Здесь вот такая вот тоненькая кисточка, которой крайне удобно прорисовывать стрелку и заштриховывать межресничное пространство. Ой, она еще рисует, я ее чем-то разводила, вот чуть-чуть рисует. Черный, вот полосочку тоненькую, да. Но не сильно тонко все равно, потому что такая достаточно объемная, видите, кисть. Но, тем не менее, он мне очень нравился, я пользовалась им достаточно долго. По-моему, покупала магнит косметикс. Он стойкий, он никуда не сползает. Нанесли стрелочку, все, она будет целый день у вас на глазках. Классный лайнер, увидите, берите. Так, кончился у меня вот такой вот коричневый карандашик для глаз El Corazon. Это Германия. По-моему, в Орхидеи парфюм его брала. Вот тут все, что осталось, уже не очень удобно им красить. Карандаш классный. Он мягкий, он хорошо рисует. Можно и тоненько, и цвет, вы знаете, такой коричневый, благородный. Ни рыжий, ни в черный не уходит. Вот он действительно коричневый, благородный. Хорошо тушуется. Можно растушеванную стрелочку делать. В общем, увидите, такой карандашик тоже вам весьма рекомендую. Мне прям понравился. Очередная бутылочка моего любимого ополаскивателя Colgate Plax закончилась. Девчонки, из всего, что я пробовала, это лучший ополаскиватель. Берите его только в Магнит Косметик, потому что там он стоит 99 рублей. В других магазинах 149 и до бесконечности. Такая именно бутылка. Он классный. Именно свежий с чаем, девчонки, рекомендую, потому что кора дуба, вот и что-то как-то мне не очень зашло. Этот суперский, не жжет полость рта, полоскание происходит очень деликатно и комфортно. При этом часа два свежесть в полости рта остается, вы ее ощущаете. Он крутой, реально крутой. Аналогов ему я сколько пробовала, еще не нашла. Закончился шампунь Botanic Therapy. Одно время прям этот шампунь выстрелил в интернете и на полках магазина по акциям он был. Я его что-то брала вот прям совсем бюджетненько, по-моему, в магазине верный. Это шампунь против выпадения волос с касторовым маслом и миндалем. Я брала его, потому что волосы пережженные, как бы напитать немножко. Что могу сказать? Для жирных волос этот продукт будет утяжелять однозначно. Корни будут жирниться гораздо быстрее, а для волос сухих он очень неплохой, очень-очень прям. Так что увидите, где на скидочках он бюджетненько стоит, можете взять попробовать. Фонтенол. Скорая помощь. Сливки после загара с витамином Е и календулой закончились. Люблю вообще эти продукты, пантенол, ребенку и себе. Вот знаете, если какая-то ранка, ссадина. Я один раз так сильно звезданулась и растесала всю себе коленку. Года два назад, наверное, это было. И вот этот пантенол буквально за день подсушивает все, что там ободрано, стесано и быстрее все заживает. У меня вот марка Флорисан. Мне нравится этот продукт, он у меня всегда должен быть. Вот такая тканевая масочка от Дива. Она называется питание с экстрактом овса, луэвера, гиалуронкой и макадами. Масло. Что могу сказать? Маска заявлена как мгновенное преображение. Мне ее подарили. Не знаю, где они, девчонки, продаются. Она классная. Реально классная. Но такая, знаете, масочка-однодневка. То есть сегодня вам надо быть на высоте. Вы сделали эту маску, сегодня вы будете. Завтра уже эффект этот однозначно пропадет. А так тон выравнивает, напитывает, увлажняет. Ну, классная масочка. Если где увидите, можно смело попробовать. Любовь моя любовная. Это бабушка Агафья. Экспресс-маска для лица освежающая. Я нахваливала ее уже и в инстаграме. Где только не нахваливала. Кстати, если они подписаны на меня в инстаграме, ссылочка внизу. Там я периодически выкладываю тестирование средств некоторых. Ну, маска супер, девчонки. Это утренняя маска. Наикласснючая, наибюджетнейшая. Она что-то прям меньше 100 рублей точно в Атаке, в Ашане. Филиал Ашана у нас так называется. И я поеду, буду искать ее, обязательно куплю еще. Она такого светло-ментолого цвета. Я вам даже ничего не выдавлю отсюда, потому что добивала ее с превеликим удовольствием до самого конца. Наносите после умывания очищения на лицо. И начинается такое легкое пощипывание. Особенно в Т-зоне, вот где есть проблемки. И освежающий холодочек такой идет по коже лица. И носите. Пощипывание проходит. И оно не вызывает красноту. Я вот первый раз думала, я сейчас ее смою. У меня все лицо будет красное после такого пощипывания. Нет ничего подобного. Лицо свежее, лицо подтянутое, что ли, цвет выровненный. Она очень классная. Я вам рекомендую ее попробовать обязательно. Тем более стоит она копейки. И написано даже, что она без СЛС и парабенов. Еще одна любовная любовь, и не только, наверное, моя. Это скраб от чистой линии, который нашумел уже где только можно. Я им пользуюсь с глубоких, мне кажется, еще школьных времен. И обожаю просто невозможно, потому что ценю средства, которые имеют такой сильный, отшелушивающий, пилингующий эффект. Люблю я такие, да, деликатные скрабы, пилинги мне не подходят. Мне не нравится. Они ничего с моей кожей не делают. У меня кожа комбинированная, больше жирная. Ну, вы все, наверное, знаете, абрикосовые эти косточки. Их очень много. Они для чувствительной кожи в скраб, конечно, не подойдет. Вот, не выдавлю тоже ничего, дорасходовала прямо вот, девчонки, до конца. Такая коричневая консистенция с большим количеством этих вот абрикосовых косточек. Скраб буду еще покупать, он мне очень нравится. Я его обожаю. Шампуньки. Первый. Эйвен. А, бальзамчик точнее. Это бальзам-ополаскиватель для светленых эмилированных волос, нейтрализатор желтизны, фиолетовым пигментом. Вот так вот он выглядит. Это профессиональная линейка у нас. Эдванс она называется. Да, слепительный блонд. Вот. У меня был только бальзам из этой серии. Шампуня не было. Что могу сказать по нему? Девчонки, кто избегает желтизны волос, прям вот у кого они желтые после окрашивания, не знают, как с этим бороться, я вам советую выбирать средство не с фиолетовым пигментом, а с синим. Фиолетовый пигмент слабоват для нейтрализации желтизны. А если он синий, как чернила, вот тогда да, вот да. Я применяла этот бальзам не на 3 минутки, а чуть больше на 10-15 и легкий-легкий эффект есть. Но я и не совсем блондинка, как бы, когда была посветлей. А тем, кто вот прям белый-белый, может быть, да. Но, девчонки, не 3 минутки. Не помазали и смыли, а носите его как маску для волос, тогда эффект будет, действительно. И второй шампунь по той же теме, это у нас Эстель. Эстель, вот так он выглядит, называется чистый цвет. Нейтрализация желтизны. Шампунь про витамин В5, пигмент протеины пшеницы для холодных оттенков блонд. Вот он, девчонки, уже синий. Здесь синий чернильный такой пигмент. Все, ничего тоже тут нету, не могу показать. Но он такого цвета, мне кажется, вот смотрите, вот, видите, вот, крышечка внутри. Он помощнее, чем у нас Эйван, но он и стоит 400 с чем-то рублей. Я его, по-моему, еще и по акции брала. И тоже все равно держала минут 15-20 его на своих волосах. И он действительно, да, от него есть эффект. Но мне кажется, он подсушивает слегка волосы. Потому что вот этот анти-елу пигмент, мне кажется, он сушит. Все равно, девчонки, как вот и тоника, и подобные продукты слегка подсушивают. Поэтому с ними надо быть аккуратнее. Так, шампунь, вот именно как шампунь по очищающим свойствам, потому как кожа головы себя чувствует потом. Он потрясающий, действительно, эстель, достоин всяких похвал. Поэтому вполне, если где-то увидите на акциях, можно попробовать. Духи, малышка, закончилась лак. Девчонки, почему я их вам показываю? Потому что они мне очень понравились. Есть у меня сейчас полноразмерка. Это лак лави и лак голубенький. Вот оба они у меня сейчас в использовании. Мне прям, ну, зашел этот аромат. Очень люблю. Хотя не люблю сладкий, но вот лак лави мне понравился. Но он, я бы не сказала, что сильно слащавый. Ароматы гораздо меньше по стойкости, допустим, чем инкадесенс. И пирамида альфа-ракторная у них, ну, как бы скудненькая такая. Не сильно он раскрывается, скажем так, вот допустим. Но все равно, тем не менее, они мне очень нравятся. Я люблю ими пользоваться. И вам советую. Что масло для волос из Фикса? Это фитокосметик. Это у меня репейный. У меня их несколько штук с эффектом биоламинирования. Рассказывала тоже про это масло. Оно классное. Оно выглядит вот так вот. Желтенькое такое, как сливочное, слегка подтопленное масло. Оно действительно густое. И эффект за 3 минуты я все равно держу его как масочку. Также 10-15 минут. И сейчас взяла за привычку, девчонки, расчесывать свои волосы после нанесения маски. Крупным гребешком расчесывать волосы, чтобы лучше в кончике как бы впиталось, запаялись, они сгладились, что ли, скажем так. И ношу вот эту масочку 15-20 минут. Потом смываю. Она крутая, она классная. Она достойна всяких похвал. Она достойна занимать место среди люксовых продуктов. Поэтому, кто еще в Фиксе вот это средство не пробовал, я вам очень рекомендую. Еще один продукт, который тоже мне нравится. Смотрите, у меня сегодня прям практически нету разочарований. Это маска Planet Spa от Avon. Роскошное обновление. Я люблю маски-пленки. Если вы любите их тоже, обязательно попробуйте вот эту масочку. Она классная. Там крапления есть такие золотистые. И на коже кажется, что вы нанесли масочку какую-то такую, знаете, золотую слегка. Она сама прозрачная, гелевая и частички такого золота. Ничего не покажу. Тоже, девчонки, добила ее прям до самых... Не балуйся. Вот. И носите, как обычную маску, пленку, а потом снимаете. Что хочу сказать. Нет никакого дискомфорта при смывании. А это очень важно, потому что я тестила такие маски, которые, когда снимаешь, кажется, что все волосы, которые там у тебя есть на лице, выдираешь, и боль адская. Здесь нет. Очень комфортно снимается. Очень приятно. Кожа потом выровненная, красивая. Причем, когда вы снимаете эту пленку, то частичек золотых на ней уже нет. Получается, они все впитались в кожу. Кожа становится сияющая, красивая. Мне очень нравится эффект после этой маски. А когда добью другие из этой же серии, я обязательно повторю эту покупку. На этом все, мои красотки. Вот такой обзор сегодня у нас с вами получился. Если видео было вам полезно, не забывайте, пожалуйста, ставить лайк. Пишите свои комментарии. Всегда с радостью, с великим удовольствием их читаю. Прощаюсь с вами до следующих видео. Пока-пока.